Октябрьская революция сквозь года. Клуб интернациональной дружбы КФУ. Северное сияние. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. 7 ноября в Казанском федеральном университете в рамках образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» началась стажировка управленческой команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры по изучению лучших практик Республики Татарстан. Торжественное открытие посетили первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов и заместитель руководителя аппарата губернатора правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры Максим Киселев. В течение трех дней госслужащие ознакомятся с IT-разработками, системами, сервисами, а также лучшими практиками проведения национальной политики, территориального развития и организации выборного процесса, реализованными в Республике Татарстан. Сегодня, оказавшись на гостеприимной татарской земле, мы уверены, что помимо достопримечательностей тысячелетней красавицы Казани, помимо технологических чудес Зеленограда и Иннополиса, мы сможем увести с собой багаж современных перспективных решений в области государственного и муниципального управления, которыми славятся органы власти Республики Татарстан. 4 ноября в выставочном зале присутственных мест государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» прошла лекция «Как стать ученым» в рамках образовательного проекта, совместного с Казанским федеральным университетом. На встрече рассказали о неожиданном применении обычных оптических явлений, которые нас окружают. Например, что общего у датчика дождя и оптического волокна? Как обнаружили планеты у звезд? Что такое муаровый узор? И какое применение он нашел в медицине? Лектором выступил Александр Фишман, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета. 25 октября 1917 года в Петрограде произошло событие, которое изменило всю мировую историю. Вооруженное восстание большевиков в союзе с анархистами и левыми эсерами свергло буржуазное временное правительство, созданное после ликвидации монархии. С тех пор 7 ноября по новому стилю официально признан днем Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрьская революция, поворотный момент в истории государства, произошла в России в октябре, а по новому стилю в ноябре 1917 года, итогом которой стало свержение временного правительства и установление советской власти. После февральской революции и отречения Николая II от престола в Петрограде установилось двоевластие между временным правительством, закрепившим за собой исполнительные законодательные полномочия вплоть до созыва учредительного собрания и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. К осени 1917 года обстановка в стране накалялась. В крупных городах продолжались перебои с поставками продовольствия, росла инфляция, страну сотрясали постоянные забастовки рабочих. В деревнях же происходил самовольный захват казенных и помещичьих земель, получивший название «черный передел» или «общинная революция». Историки по-разному оценивают причины революции 1917 года. Люди были недовольны большим разрывом в уровне жизни правительства и народа, хотели устранить социальную несправедливость, уравнять людей в правах и обязанностях и искоренить мировые войны. Причины были, безусловно, внутренние, причины были внешние, а колоссальным ускорителем революции самой, безусловно, была война, которая до предела обнажила все противоречия, которые были. И это привело к росту преступности, и к бегству солдат с фронта, дезертирству и многих других факторов, количеству беженцев, перемещенных лиц. То есть страна находилась в положенном состоянии. Несмотря на то, что временное правительство знало о готовящейся попытке захвата власти большевиками, события 25 октября стали для него полной неожиданностью. Политики рассчитывали, что повторится сценарий июльских событий, вооруженные демонстрации с лозунгами и последующая попытка захвата власти. Но события развивались совсем по-другому. Утром 25 октября части Петроградского гарнизона и отряды Красной гвардии заняли ключевые точки столицы. Станции, почты, телеграфы и телефоны, большинство мостов, вокзалы и электростанцию. К 18 часам красногвардейцы окружили Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство. На требования о сдаче министры ответили отказом, надеясь на помощь фронтовых войск. В ночь на 26 октября Зимний дворец был взят, а правительство арестовано и отправлено в Петропавловскую крепость. На следующий день съезд Советов принял первые декреты. Декрет о мире и декрет о земле. Также был избран высший орган советской власти, Всероссийский центральный исполнительный комитет во главе с Ольвом Каменевым. А также сформировано новое правительство, Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. В ночь с 24 на 25 октября кризис разразился, и он завершился вооруженным переворотом большевиков, левых эсеров и всех левых сил, которые привели к свержению Временного правительства. Почему 25 октября? Потому что 25 октября был взят штурмом Зимний дворец, арестовано Временное правительство, и таким образом, как бы, революция победила. Основным результатом октябрьской революции стало установление нового политического порядка. Главная задача, которая стояла перед большевиками во главе с Владимиром Лениным, заключалась в формировании государственного аппарата нового государства с опорой на Советы. Кроме того, в список реформ вошли и значимые на сегодняшний день поправки. Установление восьмичасового рабочего дня, бесплатные образования, медицинское обслуживание и страхование, предоставление женщинам равных прав с мужчинами и отделение церкви от государства. Вследствие октябрьской революции изменилась социальная структура, были ликвидированы сословия и связанные с ним привилегии. Отныне все население стало именоваться как граждане Российской Республики. Да, партии большевиков в углахе с Лениным удалось прекратить войну, заключить похабный, страшный, невыгодный России Брестский договор, по которому Россия теряла более миллиона квадратных километров территорий. Это, собственно, сейчас те территории, которые принадлежат современной Украине, например, Беларуси, Польше, Прибалтике. То есть мы фактически получили ту проблему, с которой разбираемся и сейчас. В октябре 1917 года в России в условиях переходного периода и нестабильной власти произошел вооруженный переворот, приведший к власти партию большевиков. Эта партия в дальнейшем победила своих врагов и, пройдя через жестокую внутреннюю борьбу, при поддержке широких народных масс провела революционные преобразования, создавшие государство нового типа, ставшее в итоге величайшим в мировой истории. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Казанский федеральный университет всегда отличался своим гостеприимством и активным сотрудничеством с разными странами нашей большой земли. Еще в апреле 1973 года в Казанском университете был создан Клуб интернациональной дружбы и солидарности, который по сей день объединяет свыше 10 тысяч студентов разных национальностей. Об истории клуба узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. В 2023 году Клуб интернациональной дружбы отмечает свое 50-летие. В честь этого прошла пресс-конференция, в которой приняли участие вице-президенты клуба Резидаса Фиулина, Марина Усейнова, Татьяна Беспалова и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. За время своего существования клуба удалось объединить десятки тысяч студентов, более чем из ста стран. Инициатором его создания стала студентка первого курса Елена Дедычева, которая предложила провести акцию солидарности с греческими демократами в Казанском университете. Эта идея сразу нашла отклик в сердцах студентов и преподавателей. С тех пор был создан устав клуба, появилась эмблема. Постепенно ребята стали собираться проводить странноведческие мероприятия и читать лекции. В этом году мы празднуем 50-летие этого клуба интернациональной дружбы и солидарности, как он назывался тогда, сегодня мы называем его клуб интернациональной дружбы. Это клуб, который объединяет практически всех иностранных студентов, которые учатся в Казанском, теперь уже в федеральном университете, которых в этом году более 12 тысяч в нашем университете и из более чем 100 стран мира. В разное время в клубе насчитывалось до 29 отделов, секций и землячества иностранных студентов. Было время, когда Кидис приостановил свою деятельность, но позже он был воссоздан. По сей день интерклуб выполняет множество миссий. Налаживание взаимодействия между студентами из разных стран, изучение русского языка и традиций России, а также обеспечение образовательной и научной социализации. 13 декабря 1974 года в Казанском государственном университете состоялось общее собрание клуба, на котором был принят устав, утвержденный партийным и комсомольским комитетами университета. Именно с того момента он стал легитимной студенческой организацией. Поэтому клуб «Интернациональная дружба» — это не только площадка для ярких, инициативных и открытых людей из-за рубежа, но и студентов в Казани в целом. Да, я столкнулась и окунулась буквально в эту атмосферу. Меня настолько это все потрясло, и я настолько старалась тоже жить жизнью Кидиса. И вы знаете, ведь еще мы много сейчас говорили про иностранных студентов, но сегодня вот у нас в числе иностранных студентов представители бывших союзных республик. И тогда тоже надо сказать, что представители всех союзных республик, те, кто учился у нас в университете, они тоже очень активно участвовали в работе Кидиса. И секции специальные у них у всех, землячество были. В настоящее время клуб «Интернациональной дружбы» Казанского федерального университета по-прежнему развивает богатые международные традиции университета и активно участвует в проведении творческих мероприятий. Уже 10 ноября в Казанском федеральном университете состоится заседание клуба, в рамках которого будет представлена выставка личных архивов. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универновости. Накануне жители России смогли наблюдать в небе редкое явление – северное сияние. Небо окрасилось в кроваво-красные и зеленые цвета. Яркие вспышки в основном были замечены после полуночи. С чем связан редчайший для этих широт феномен – смотрите в сюжете. Магнитные бури – следствие вспышек на Солнце. Именно они дают знать ученым о его активности. Метеозависимые люди уже привыкли и справляются с ними своими методами. Но в этот раз взрыв на огненной звезде был настолько сильный, что небосвод над средней полосой России осветило северным сиянием. Подобное природное явление не зря называется полярным – северным или южным. Ведь, как правило, оно возникает именно в регионах одноименных полюсов. Дело в том, что у Солнца есть четыре вида активности, и один из видов – это вспышки на Солнце. Так как Солнце – это у нас, в принципе, газовый шар, то магнитные линии выходят совершенно в разной области нашего светила, и при определенной конфигурации, когда они выходят из одного пятна и заходят в другое, возникает магнитное давление, происходит взрыв, и, соответствующим образом, появляются так называемые заряженные частицы солнечный ветер, которые разлетаются в разные стороны. Я хочу отметить то, что тут появляются и магнитные бури, и радиобури, но все как раз из-за этих вспышек. Вспышки происходят регулярно. Если они не будут происходить, это как раз будет плохо, потому что Солнце должно быть активным. Природа явлений северного или южного полярных сияний довольно проста. На Солнце возникает вспышка, от взрыва исходит заряд радиации и ионов. Именно последние освещают небосвод, а точнее атмосферные слои Земли. В штатных ситуациях атмосфера планеты не позволяет проникнуть люминесценции на территорию умеренного климата. Ученые пока не могут объяснить точную причину, почему вдруг жители Татарстана и соседних регионов могут наблюдать за полярным сиянием буквально из окна дома. Ведь раньше для этого люди специально отправлялись в условный Мурманск. Дальше ситуация такая. Вот этот ветер солнечный долетает до Земли, облака, и в принципе вот эти заряженные частицы не должны пробивать это магнитное поле, а двигаться вдоль его линии, заходить в северном и южном полюсе Земли, ионизировать воздух, и там соответствующее свечение должно быть. Всем известное. Северное и южное сияние. То, что даже сильные магнитные бури у нас произошла, это, в общем-то, рядовой случай. Ничего тут необычного нет. А вот то, что у нас сияние здесь возникли, это, в принципе, ни о чем хорошем не говорит. Это говорит о том, что магнитное поле ведет себя не совсем так, как должно вести себя штатно. Сейчас о причинах возникновения столь редких явлений, как полярное сияние над неполярными территориями можно рассуждать в основном в рамках теорий. Кто-то объясняет это метаморфозами в атмосферных слоях Земли. Кто-то вообще говорит об изменениях в самом ядре и о магнитных излучениях, которые влияют на это. Но можно смело сказать, что с каждым годом привычные нам положения в природной системе меняются. Еще примерно 40 лет назад морозная зима с температурой воздуха под минус 45 градусов была абсолютной нормой в Татарстане и соседних республиках. Чего не скажешь про современный климат нашей малой родины. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.